Привет всем! Сегодня хочу рассказать и снять видео о колбаске сыровяльной, которую можно приготовить буквально за 3-4 дня. Готовится она быстро, делается легко и каждый из вас может сделать это дома. Почему? Первое, кроме мясорубки и плиты с конвекцией нам ничего не нужно, ни оболочка, ни фаршемеса, это можно вымешать фарш руками. Если нету шприца колбасного, можно сделать с помощью кулинарного пакета, можно сделать просто из пакета выдавить колбаски. А на мысль снять это видео натолкнули два человека, это Павел из Москвы и Максим из Воронежа, это мои подписчики. И суть в чем? Суть в том, что Паша экспериментировал с такой же колбаской в Москве, а Макс сделал свою небольшую пивоварню и у него вот-вот будет готово пиво, соответственно колбаски это зайдут просто обалденно для него. Ладно, значит что нам понадобится? Нам понадобится любое мясо, будь то курица, будь то индейка, свинина, говядина, то есть любое мясо, которое вы купили. Дальше вы также моете, жилуете и дальше будем уже делать колбаски. Сейчас у меня к использованию я взял два вида мяса. У меня есть свинина полужирная, но я посчитал, что жира в ней немножко много, это вот 3 килограмма у меня свинины, окорока. Поэтому я взял еще для приготовления этих колбасок, я взял отжилованное бедро индейки, мясцо. В общем сейчас что мы делаем? Я все мясо буду пропускать через мясорубку с решеткой 2-3 миллиметра. Поехали! Когда я сейчас на мясорубке делаю фарш, я свое мясо разделяю на два вида. То есть я нежирное сырье, филе бедра индейки, я сразу же уже засыпал в фаршенец, а грудинку засыпать я не буду. Почему? Потому что если у вас нежирное и жирное сырье, то лучше специи, соль сначала вмешивать в нежирное сырье. Ну что, фарш мы сделали, и теперь будем подбирать специи и соль. И вот на данный момент надо понять, каждый для себя должен решить, по какой схеме он будет делать колбаску. При какой температуре он будет делать. То есть если вы будете делать, а делать мы будем, либо у кого есть дегидраторы, у кого есть сушки для овощей, или же в обычной плите с конвекцией. То есть, но вещь такая, что надо понять, при какой температуре вы будете делать. То есть, если вы будете делать при температуре, какая бы ни была у вас установка, где-то в районе, если вы будете делать на 70 градусов, осуществлять сушку, то вы можете брать соль, смесь соли нитритной и поваренной. То есть, 10 грамм нитритной, 10 поваренной. То есть, 20 грамм на килограмм. Если же вы хотите сделать, чтобы колбаски у вас были более такие, сходили и походили на сыровяленную колбасу, то здесь лучше всего брать температуру от 35 до 45 градусов. Сушка, чтобы осуществлялась. И тогда уже соль нитритную надо брать 23-25 грамм на килограмм. Вот что надо для себя вот сейчас понять, по какому пути идти. Я же буду делать, сушку осуществлять при низкой температуре, в 40 градусов. То есть, время меня будет мало волновать, что это будет немножко процесс дольше осуществляться. Но я возьму 23 грамма нитритной соли. Ни туда, ни сюда. Почему? Потому что я использую индейку. На птице соль немножко больше ярко становится, когда уже проходит вот этот процесс сушки, она становится более соленой. Дальше. Все остальное по специям я возьму классику. И вы на свой вкус можете взять. Например, что еще одинаковое и там, и там. Это сахар 2 грамма на килограмм. А дальше у меня классика. Чеснока сушеного 2 грамма беру на килограмм. Перца черного 1,5 грамма на килограмм. И перца душистого беру 0,5 грамма. То есть, я считаю по специям, это просто классический вариант. Он практически на 60% рецептур присутствует. Но поскольку у меня здесь свинина, соответственно, я возьму немножко побольше чеснока. Все. Сейчас я подбираю специи, соль и буду вмешивать в фарш. Сначала фарш буду вешивать в индейку, потому что он нежирный. А потом добавлю уже свинину. И все, буду это вымешивать. Если у вас нет фаршемеса, можно фарш вымешать спокойно руками. То есть, тут проблем нет. И после того, как вы его промешаете, фарш хорошенько, этот фарш отправляем на сутки, а лучше на двое, на 48 часов, в холодильник на температуру 2-4 градуса. Ну что, через два дня я достал фарш, который у меня находился в холодильнике. И теперь делаем, формируем колбаски. Поскольку мы будем это делать, я буду делать дегидраторы для сушки фруктов и овощей, я буду сразу укладывать сюда. Если же вы будете делать плите в духовке с конвекцией, то, соответственно, будете выкладывать на поддоны. Лучше всего выкладывать сразу на пергамент. Кулинарный пергамент для кулинарии. Это наверняка дома у вас есть. Значит, способы набивки или формирования колбасок я буду делать шприцом, поскольку он у меня имеется. Если у вас нету, можно взять кулинарный пакет и сделать отверстие, ну, где-то в один сантиметр. Выдавить через кулинарный пакет. Можно кулинарным шприцом. Это уже опробовано, отработано. Павел, который вот меня как раз подвиг это сделать, он делал кулинарным шприцом. Все работает, но если немножко фарш суховат, немного можно добавить воды. Там 100 миллилитров на 1 килограмм. Можно взять плотный пакет, отрезать от него кончик и, соответственно, выдавливать через него. То есть, в принципе, сформировать колбаски можно дома вот такими простыми способами. Постепенненько набиваю, не набиваю, поскольку у нас без оболочки. Я формирую колбаски и сразу буду укладывать их на поддон. Колбаски мы сформировали, уложили я у себя в лотки. Если же вы делаете в плите, в духовке, вы уложили в противень на пергамент, на бумагу. Сейчас все это отправляем. Я ставлю на сушку на дегидраторе, а вы ставите в плиту. Что здесь важно? Сейчас важна температура. Я у себя датчик кладу на подачу воздуха. Вы в плите устанавливаете температуру сушки в зависимости от того количества соли, которое вы вмешали в фарш. Если вмешали 50 на 50, 50 нитритки, 50 поваренной соли, у вашей температуры сушки это диапазон от 70 до 80 градусов. По-любому это будет быстрее, чем я буду делать, выставлять температуру. У меня будет выставляться подача воздуха на подачу воздуха в 40 градусов, 35-40. И я буду сушить. У меня получится приблизительно 12-14 часов. Но прежде чем выставлять и вам, и мне эту температуру, надо сделать оттепливание, чтобы колбаски приобрели цвет. То есть мы ставим температуру в 30 градусов, я у себя, а вы если делаете в духовке, вы у себя 30 градусов на час, чтобы колбаски, которые у вас лежали в холодильнике, вы достали, сформировали и так далее, чтобы прошло оттепливание. Соответственно, надо дать колбаскам согреться. И это у нас получится по времени, ну где-то полчаса, час, при температуре 30 градусов. Потом вы эту температуру поднимаете, либо даете 70, 75, 80 градусов, либо в моем случае с 30 я подниму 40-45, сделаю. И вот при этой температуре будем сушить. Но не забываем про такой момент, что через 2 часа лучше всего и необходимо и мне, и вам, если вы делаете в плите, менять местами лотки. То есть у вас противень, вы меняете местами, я у себя буду менять лотки. Почему? Потому что проверено уже, что в плите проверено, что здесь равномерность просушки идет разная. Чтобы они просушились равномерно, надо менять местами. Вот по такому принципу сейчас идем и делаем. Выставляем и понеслась. Ну что, в сухом остатке выглядит вот таким образом. Я немножко пересушил, поскольку на сушке у меня находилось 16 часов. Вообще достаточно 12 часов и она будет готова. Но у меня пересохла. Ну, на вкусовые это не повлияет. Единственное, что по вкусу она будет более соленоватой. А так, она готова. Сейчас надо на 2-3 часа убрать в холодильник на плюс 2-4 градуса, чтобы она остыла. И все, можно уже лакомиться. баловаться домашней колбаской. Сыровяльной. Которую каждый из вас может быстро сделать у себя дома. То есть, это буквально 2-3 дня, и у вас сыровяльная колбаса готова. с разными вкусами, которые вы хотите, из разного мяса, которое вы хотите. Удобно, быстро. Я считаю, что кто клянивый не сможет ее сделать. Поэтому, как факт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем дальше снимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...